Состоялось 12-е совещание руководителей компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. О рассмотренных вопросах расскажет наш корреспондент. В ходе совещания сторонами дана оценка результатом взаимодействия совместной работы после подписания соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. В особенности с момента запуска трехуровневого механизма антинаркотического партнерства. А именно ежегодное совещание руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Второй уровень механизма подразумевает совещание старших должностных лиц антинаркотических органов государств-членов ШОС. В третьем деятельность рабочих групп экспертов. В свете председательства Республики Узбекистан, Шанхайской организации сотрудничества 2021-2022 годы, проводится ряд мероприятий антинаркотической направленности. В том числе мы в марте уже провели ряд заседаний экспертного уровня, совещания руководителей компетентных органов по борьбе с наркотиками. Также недавно мы смогли организовать на высоком уровне совещание старших должностных лиц, ведомств, наделенных полномочиями по борьбе с наркотиками государств-членов ШОС. Эксперты выступили с докладами за дальнейшее практическое сотрудничество в рамках соглашения между государствами-членами ШОС антинаркотической стратегии на 2018-2023 годы, программы действий по ее выполнению, а также укрепление взаимодействия компетентных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Главы делегаций, в свою очередь, выразили мнение о дальнейшем практическом сотрудничестве в рамках предусмотренных соглашений. В этой связи важно увеличивать количество мероприятий, проводимых по профилактике и лечению больных наркоманий, агитационного характера по предвращению, распространению, в том числе психоактивных веществ и синтетических наркотиков. Странами отмечена необходимость наращивания обмена опыта, организации рабочих визитов, а также организации обучающих курсов, тренингов для представителей правоохранительных органов, а также укрепить дальнейшее сотрудничество с нашими ключевыми партнерами в лице, в том числе управление ООН по наркотикам и преступности с целью укрепления материально-технической базы правоохранительных органов. По итогам мероприятия был подписан солидный пакет документов, а очередное совещание решили провести в Республике Индия в первом полугодии следующего года. Подробная информация о прошедшей встрече была дана и в ходе брифинга для представителей масс-медиа.